Аминь? Его нельзя раздробить как-то на такие но какие-то аспекты мы высвечиваем каждое воскресенье Бог кладёт на сердце сказать о том и о том в прошлый раз мы говорили об обращении в обращении пророка Исаии как он обратился к Богу и там был один такой момент когда обратили на это внимание или нет как на малых группах может быть вы более обсуждали этот вопрос рассуждали над ним что Исаия ходил он был правоверный иудей с детства на восьмой день ему уже принесли пред лицом Бога для обрезания на восьмой день и вот это он воспитывался в еврейской семье нет такого чтобы сесть и начать есть а потом сказали извини меня боже подлеца я забыл поблагодарить тебя как это было с моим сыном еще в детстве извини меня свинью неблагодарную да извини меня свинью неблагодарную вот и такого нет у них всегда отец благословляет пищу благословляет хлеб и всегда отмечаются все праздники и с большим почетом с уважением это воспитывается ну понимаете это можно слышать о Боге слышать о Боге знать о Боге допускать мысль что Он есть но не знать самого Бога вот о чем вот это вот обращение Исаии и вот как говорил Дима вера должна в чем-то выражаться и вот эти слова которые вот он проговорил это слова апостола Павла когда он встретился лицом Бога он тоже знал да он тоже был иудей за иудеями да фарисеев фарисеев он ревнитель божий был он гнал церковь считал что это еретики вот но когда он шел в Дамаск с письмами для того чтобы влачить людей в тюрьмы он и ответ на это у него был Господи что повелишь мне делать то есть дай мне услышать твою волю исполнить ее кто задается этим вопросом кто задавался кто встречал вот так лицом лицом я еще раз говорю обращение это есть увидеть Господа ощутить Его присутствие быть в Нем вот это очень важная мысль увидеть и увидел я Господа он ходил в храм и не видел Господа в этот год царя он увидел Господа и услышал когда он услышал оказывается Бог к нему говорит ну как бы не к нему но так он услышал этот разговор к кому мне послать кто пойдет для нас вот я вот я услышал Господи я вот он пошли меня я хочу исполнить волю твою ну боже ну дай это вложи в сердца детей твоих ну чтоб не были вот такие вот славить Господа значит надо переживать вот эти все слова которые мы поем надо пропускать через себя чтобы они жили в нас а не просто проговорить постоять вот так как и стукан ну нельзя так поймите это не прославление Господа это не жизнь Господи это религия глупая и никому не нужная ну давайте мы так скажем вот мы обратились мы увидели Господа мы пришли и стали служить и и что сразу все становится на свои места все чудненько да все в елочку все прекрасно все равно встречаются скорби испытания проблемы все да и вот я хочу как вот кстати а где твой сын Артем а вот вы знаете мне сегодня вот сердце возрадуется вот эти вот этот благословенный брат и его руки это Иисус был понимаете я захожу он меня обметает с них вот там он всем обметал всем омывал ноги всем понимаете кому стемяшилось в голову прийти заранее и взять эту меделочку и вот это вот есть вот это есть понимаете я вот об этом говорю я помню как Юра вот этот брат немощный приветствую тебя Юра очень чудесный брат как-то раз вот так же снег выпал тут сугробы были вот так вот чуть ли не по колено ну выше и он пришел раньше и нашел тут лопату это все прочистил чтобы мы могли прийти сюда ступень вот это и есть ступень боже вот я пошли меня а не прибежать в десять десять когда уже ангел со списком улетел бог понимаете ну ты все ну ты посмотри ты друг 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 вовнутрь себя да так вот сегодня 72 за основу мы возьмем текстовая проповедь но тематическая вы потом поймете тело псалом асафа 72 у кого есть библию можете открыть как благ Бог к Израилу с чистым сердцем аминь да бог благ он добр к своим детям к Израилу с чистым сердцем к нам но рано или поздно каждый из нас каждый каждый христианин каждый верующий попадает в полосу духовных исканий духовных сомнений вера каждого обязательно подвергается испытаниям различных испытаний это могут быть дети это могут быть работа это могут быть личное здоровье это могут быть финансовые проблемы это может быть все что угодно это могут быть соотношения отношения с родными близкими я хочу чтобы это услышали вера каждого обязательно подвергается испытаниям люди которые говорят что с ними ничего подобного не бывает не случается они сильно лукавятся просто им не хватает смелости сознаться почему ну есть равные причины есть религиозность что если у тебя есть какие-то проблемы значит ты не верующий или мало верующий или плохо верующий я не знаю как это не так существует вы знаете огромное откуда вообще берется огромное количество огромное множество кажущихся противоречий тому во что мы верим и что мы видим на самом деле вы поняли да кажущиеся противоречия между того во что мы верим и что мы видим действительно мы верим вот благого всемогущего всесильного бога аминь а что мы видим мы видим повсюду войны болезни голод катастрофы убийство насилие что мы видим и встречая вот это все на своем жизненном пути любой честный честный христианин не может не задаться вопросом как как же всеблагой всесильный бог допускает все это так да ну возникал у вас такой вопрос в душе сердце есть правда слепая такая упертая я бы сказал глупая вера когда люди прячутся от всего что может поколебать их убеждения устой как говорится они закрывали глаза на это все но истинная вера не может быть слепой истинная вера не может быть слепой она всегда объективна и что интересно она смиренно принимает тот факт что противоречия есть что противоречия существуют и то что они неизменные спутники веры сомнения неизменные спутники веры потому что они противостоят веры они противятся веры они ее разрушают тем самым укрепляя ее я вам как-то предприводил этот пример как я узнаю что у меня течет крыша в солнечный день никак да пока не пойдет дождь пока не придут испытания тогда я узнаю какая у меня вера какая у меня крыша пропускает она это бежит у меня тут все или нет я хочу чтобы мы поняли что в искреннем сомнении в искреннем сомнении больше веры чем в лукавой набожности слава богу мне все хорошо у самого проблем там куча у меня все хорошо все замечательно слава богу все лукавая набожность нет чтобы прийти сюда на молитвенную и сказать братья и сестры помолитесь у меня сын такой дочь такая с родителями не поймала кто то помолитесь попросите господа чтобы он как-то помог мне разобраться у меня крах в бизнесе помолитесь за меня более чтобы как-то ну я не знаю если это угодно чтобы он сказал что это угодно нет чтобы он как-то дал понять что это не нужно это лишнее напряг понимаете это важно в искреннем сомнении больше веры чем мукавые наборы и колеблющиеся вот когда сомневающиеся это не одно и то же что безбожник это совсем не одно и то же у них такое соотношение у сомнения и неверия как у искушения и греха искушение это не грех искушение может прийти желание какое-то но совершив его это уже первое это как бы проверка нашей веры как я стою в господь как я хожу в господь второе это капитуляция это поражение понимаете да Иисус был искушен во всем кроме греха он был он был подобен нам он так же он был искушен во всем я вам один пример напомню когда женщина разбивала лавастовый сосуд и возрела это мира драгоценные ему на ноги и волосами вытирала что он чувствовал извините меня любой мужчина он был искушен во всем кроме греха поэтому он понимает нас он был в этой плоти он сталкивался со всеми этими испытаниями искушения которые мы проходим поэтому он не какой-то абстрактный бог он может нам помочь может искушаем помочь ну еще как бы один такой пример книга Иова это история верующего черепанин да история верующего который боролся с сомнением как Бог мог допустить ведь я же его чти и характеристика там Бог Бог благочестивый боящийся Бога все 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 но как Иова не переставал верить проходя через эти все скорби борения но проходя это все он только утверждался в своих убеждениях в своей вере я вам хочу один текст только привести вот вы знаете этот в середине этой книги когда вот на него навалят когда его осуждали его друзья там близкие все он говорит а я знаю я верю искупитель мой жил и он в последний день восставит из праха распадающуюся кровь аминь вот я никому из вас не пожелаю то что и себе то что пережил его мы и и толики того не вы только представьте себе богатейший человек востока в одночастие в одну минуту лишается всего мало того здоровый цветущий мужчина весь в проказе это изгой общества все тебя никто не примет ты должен ходить и с колотушкой бить и кричать я прокажем прокаженный прокаженный чтобы люди шарахались от тебя отходили представляете себе это или нет на секундочку только имея все быть здоровым потерять все буквально и он я знаю искупитель мой жив вот это вера да любому из нас конечно сомнения могут доставить много и доставляют много неприятных да не только минут но и дней но тот кто найдет в себе силу и мужество честно разобраться в своих чувствах разобраться в своих чувствах тот обнаружит что несмотря на все трудности его отношения с Богом не ослабевает а наоборот борьба укрепляет и закаливает их эти отношения и отношения с Творцом становятся все более близкими и доверительными и вот Псалом 72 это книга Иова я бы так сказал в миниатюре он написан этот Псалом человеком Асафом да который знал и не понаслышке что такое сомнение он был знаете на волосок от опасности утратить веру вообще в Бога вот стих 2 да а я только он провозгласил символ веры а я едва не пошатнули едва не подскользнули стопы мои все я вот уже летел пропад все однако в конце после борьбы он пишет а мне благо приближаться с Богом ну это потом закончим этими словами этот Псалом можно еще назвать как бы духовное странство Асафа вы знаете мы все странники как сказал апостол Петр мы все странники пришельцы так написано и что характеризует странник ноги его отнюдь не умасленные и драгоценные мази для смягчения кожи они влюблены грязью поцарапаны изранены покрыты пылью и в котомке его не баночка с черной или красной кровью а кусочек засохшего хлеба он счастлив он не тянет за собой воз проблем ну не тянет понимаете не тянет странники пришельцы и вот Асаф совершает путь от сомнений и разочарований в Боге назад к истинной вере и вот давайте мы попробуем разобраться что же породило все таки в душе псомнопелца эти сомнения и вот я вам напомню это прежде всего это противоречие между верой и разумом между верой и логикой вот этой реальной жизни между верой и видим то что он видел а то что он видел мы сейчас увидим то что он увидел символ веры как я уже сказал он провогласил в самом начале как блах Бог детям своим к Израилю чистым сердцем символ веры вот он блах все но потом оса будучи правоверным иудеем как Исаия он был левит он псалмопелец он писал для хора оркестра псалмы это не последняя роль это левит это священие и он повторял вот эту фразу как благ Бог к Израилю каждую субботу шаббат это святой день он повторял благ Бог един Бог над Израилем да Бог любви Бог мира шалом это очень хорошая успокаивающая мысль говорящая о том что люди чтущие почитающие Бога могут смело положиться на Бог могут смело положиться ибо Бог с избытком должен благословить праведника за его послушание за его жертвы за его любовь но 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 когда Осав оглядывается на мир смотрит на мир вокруг себя то видит некоторое несоответствие тому в чем он был уверен да он видит противоположное он видит процветают люди но от них нечистое сердце а наоборот нечистее нечистое 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 нише И все сходит им в срок. Напротив, несмотря на свое нечестие, эти люди имеют уважение, почет. И народ пьет воду из жестых полу. Выкатились от жира, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят с высока. Потому туда же обращается народ его. То есть люди почитали и не имеют книгу, что они материально обеспечены. И вот к тому же эти нечестивые утверждают, что Господу не поспеть за ними. Это одиннадцатый стих. И говорят, как узнают Бога. Как узнают Бога. И если ведение Высшее. Вот мы творим, что нам хочется, и все нормально. Мы живем, мы процветаем, и нас еще и уважают. И понимаете, что все это росказни. Вы, наверное, слышали от таких людей. Об этом аде, о вечном проклятии, о мучениях. Это бабушкины сказки. И что обидно, что никакого наказания им нет. Вообще. Наоборот, они беззаботны. Они счастливы. Еще и приумножают богатство свое. И вот автора псалма, Асафа, удручают не столько деяния Божьи. Не суды его, как вот голод, там, эпидемии, там, землетрясения, болезни, смерть. Нет, нет, нет. А скорее дела человеческие удручают. Это несправедливость, это притеснение, это насилие, ну и так далее. И как Бог позволяет, как Бог позволяет, чтобы это все сходило им с рук. Ну разве никто из вас не задавался таким вопросом? Было, да? Ну как это сходит? Ведь в Библии написано о благости Бога, об чистом сердце. А вокруг процветают нечестивые. Ну я все-таки думаю, что всем вам, всем нам знакомы эти противоречия и связанные с этим душевным оттерзанием. А тут нет ничего нового. Совершенно ничего нового нет. Все старого как мир. Как это было тогда? Это было три тысячи лет назад. Это во времена царя Давида. Три тысячи лет. Не две тысячи, три тысячи. Так было до того. При Ное и до Ноя. И это все же самое происходит и сейчас. Так что давайте мы все-таки выясним, что же все-таки поколебало веру Асафа. И как он отреагировал? Вы видите? Так не напрасно ли я? Не напрасно ли я ходил в воскресенье в цель? Да не напрасно ли я чтил Господа? Пел ему гимны. Библию читал. Да слово ему читал. Не напрасно ли я очищал сердце? Омывал невинности руками. Полировал себя ранами. Совестом все это. Обличением всякого утра. Не напрасно ли? Давайте честно признаемся, что для большинства из нас незаслуженные страдания – это кошмарный абсурд. Так? Ну так или нет, Вера? Конечно. Конечно, да. Незаслуженные, как мы думаем, незаслуженные страдания наши – это кошмарный абсурд. Это вообще не подбирается никаким логикам. Незаполд. Бытует поговорка. Вот что-то и братцы сегодня на поговорке. Чужую беду что? Рукой отведут. Да? А со своей справиться никак не могу. Да? Именно собственные беды, собственные неудачи вызывают у нас вот это чувство. Ропот, горечь и обиду на содержание. Собственные. Вы знаете, у нас ежеводно практически проходят какие-то выборы, да? И вот опрос избирателей всегда почти один и тот. Везде и во всех странах. 95% голосов отдаются за светлое будущее страны. За процветательность. Ну понятно. Но опять-таки, голосуют исключителя в интересах собственных благ. Подкупают. Я вам сделаю то. Я вам сделаю то. Вы будете жить вот так. Вот так, да? Как это было, да? Я не сказал, что вы будете жить лучше. Мы никогда его не говорим. Да. Я обещал, что вы будете жить лучше. Еще лучше. Еще лучше. Но вы будете жить хорошо. Я не обещал, что вы будете жить хорошо. Так что, понимаете, да? Тут порез собственного пальца или прибитие собственного пальца вызывает больше душевных лук, чем весь шестой этаж БСМП. С ампутацией ног, там, травма, черепными травмами, там и все такое. Потому что это мое. С этим надо согласиться. И вот автор Псалма, он не скрывает, а Саф не скрывает истинных эгоистических мотивов своего гнева на этих нечестивых. Потому что его задело процветание нечестивых. Проще, конечно, для нас проще было бы оправдать свои чувства такими высокопарными фразами. Там, о социальной несправедливости, там, или эксплуатации трудящихся, там, или еще что-нибудь. Ну а Саф, ну а Саф нашел в себе силы и взглянул правдим в глаза. Так, да? Что он позавидовал нечестивым. Позавидовал. Он думал так, ну был бы я хоть, ну, отчасти богат, как они. То меня бы вряд ли сильно волновало, что бог их долготерпит. Да? Но когда я оказываюсь жертвой проведения, когда я страдаю и мучаюсь, тогда в душе моей зарождается вот это недовольство, претензии. И это происходит со всеми. Ежедневно мы слышим еще один такой пример. Ежедневно мы слышим о авариях, да, где были дети. Ну вот недавно, я даже, обычно я телевизор даже не смотрел, но так попал, что там где-то в сектор Кария, где-то там, да, с подзменной ехали дети без сопровождения, все, и вот там аварии, там, 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 несколько детей с медленно. И тут же припоминается, что и там было, и там было, и там было. Ну, знаете, мы же прибыли. Вот. И оказывается, ну это не так нас тревожит, пока собственный ребенок не окажется под угрозой. И так? Тысячи людей умирают от рака, инфарктов, инсультов. Это не так повергает нас в уныние, не бросает какие-то духовные мучения, пока на смертном одре не оказывается наш близкий, дорогой человек или мы сами. Так? Да. Я лично, я лично помню 90-е годы, я встречал очень много безработных людей, но спокойно проходил мимо, выслушивая их горечь и все остальное, пока в моих собственных ушах не прозвучали эти страшные слова. Вы уволены по сокращению штата. В то время это был шок. И в подобных случаях все мы, все без исключения, задаемся одним и тем же вопросом. «Боже, Господи, почему я?» Так, да? «Почему я?» «Ведь есть люди гораздо хуже меня!» «Почему я должен быть бедным, больным, или потерять работу, или потерять родных, близких, любимого человека?» «Почему это все со мной?» «И вот посмотрите, все вот эти местоимения, которые я сейчас сказал, «Я, мой, меня, выдают что?» «Истинную причину нашего негодования!» «Зависть не дает меня!» «Я пожелаю, нечестивая!» «И вот каким должно быть лекарство?» «Спасительное лекарство для нашей веры!» «Когда она вот трещит по швам!» «Вера, которая отчаивается!» «Которая затухает перед лицом таких вот испытаний!» «Знаете, еще и дьявол тут как тут!» «Он на шок туалет!» «Как можно верить такому Богу?» «Как можно верить такому Богу, если он так с тобой обходится?» «Ты посмотри!» «Ты ж веришь в Богу!» «Почему тебя не благословляют?» «Почему не благословляют?» «Почему не благословляют?» «В себе ж можно покопаться много человек!» «А, ну это уже... «Человек веры так рассказывает!» «Поговори!» «Доброе здоровье!» «Возможно, я так думаю, что кто-нибудь из нас сегодня здесь, сейчас, мучается такими же сомнениями, как и Ассам!» «Может быть!» «Может быть!» «И вот, тогда, если мы испытываем подобные чувства, если мы испытываем подобные чувства, это совсем не означает, что мы вероотступны. вероотступны». Я хочу, чтобы вы это услышали. Обычно мы получаем удар по голове от братьев и сестры. «А, ты не верующий!» Но именно такие ощущения чувствуют себя многие братья и сестры, многие верующие, проходя долинные плача, долинные смертные тени. И этот псалом поможет нам утешить себя и других. я еще раз вам хочу сказать, что если мы испытываем подобные чувства, если мы даже разговариваем с отцом в подобном тоне, как Ассам, это не значит, что мы не вероотступны. Недаром этот псалом помещен Духом Святым в Слово Божие, в Библию, чтобы подвигнуть нас к честному разговору с самим собой, чтобы пролить свет в нашу душу, что творится у нас здесь. Нельзя бояться высказывать свои чувства, свои мысли в молитве Богу. Не надо их приукрашивать. Ведь мужи Божьи, вот такие как Ассам, исполненные Духом Святым, они выражали свои чувства именно так. Открыто, честно, ничего не покрывая, не приукрашивая. И нам нужно поступать так же. От того из нас в ноги и страдали, что мы даже в молитве пытаемся лукавить. Мы даже в молитве пытаемся приукрасить то положение, в котором мы находимся. Если у нас есть сомнения или какие-то метания, это не значит, что у нас нет. Но мы должны знать, что у всех этих сомнений есть решение. Это решение нашел Ассам, и обязательно найдем и мы. Это 15 и 17 стих. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, он понял это, что это что-то он не то думает, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как буду разуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Доколе? Доколе? Вот это решение. Доколе? Я вам хочу один пример такой рассказать о Джоне Вестовиче. Это начальник методизма, методической церкви. Это пробуждение в Англии. Он вообще такой всемирно известный. Он как-то прогуливался со своим приятелем, разговаривал с ним, а этот приятел был очень расстроен, очень поглощен своими сомнениями, что даже подверг сомнению благость Бога. Он говорит, Бог не благ наверно, что-то сомнение здесь. И Вестли, когда прогуливался, он увидел корову, которая выглядывала из-за каменного забора. понимаете? И спросил у друга, как ты думаешь, почему корова смотрит поверх стены? Ну, а вдруг она говорит, ну, наверное, потому что она не может видеть сквозь каменную стену, да? Сквозь нее. Вот-вот-вот. Это именно то. И ты не можешь видеть сквозь стену своих терзаний и своих сомнений. стена. Ты не можешь видеть Бога. Попробуй посмотреть поверх них. Конечно, я вам хочу сказать, что смотри, сказать, смотри на Господа, уповай на Него, ищи горнего. Это легко. Это легко. Это избитый совет многих христиан. Но вы знаете, хоть он и избитый, он все-таки верен и действенен, если его правильно использовать, если его правильно применять, если его применять с верою. Осав тоже сказал, видите, это трудно в глазах мне. Да коли. Мы люди, понимаете, мы подобные, вот как небесные свети, вот как вот луна, например, да? Она отражает солнечный свет. Ведь так же, да? И мы, если мы, вот наши проблемы закрывают нам свет Божий, если мы сами отворачиваемся от света Божьего, то оказываемся в тени, во мраке своих же проблем. Вы понимаете суть? Когда мы отворачиваемся, или мы прячемся от света Божьего, мы заходим в тень, мы заходим в мрак. И первый шаг, первый шаг решения этой проблемы это вновь обратиться с верой к Богу, который есть солнце правды, как у Малахии написано, да? Для вас, благоговеющей перед именем Моим, зайдет солнце правды. Оно светит! Вот это солнечный день, когда оно в зените. Куда вы спрячетесь летом? Под зонти, да? Так вот, солнце правды, и исцеление в лучах. Вы выйдете, взыграете, как те цели Питана. Вот такое сравнение. Но многие, к большому сожалению, испытывая разочарование в Боге, вообще отходят от церкви. Знакомы? Не буду ходить. Я обиделся на Бога. Все. Не буду ходить. А вот Асаф, наоборот, он среди вот этой духовной непроглядной тьмы все-таки нашел дорогу в храм. Он нашел дорогу в храм. И что он там нашел в Доме Божьем? Понимаете? Три основных момента. Давайте. Молитва и поклонение. Молитва и поклонение, они спасают нас от погружения во мрак своих чувств. Во мрак своих чувств, своих проблем. И помогают нам увидеть происходящее в Божьем свете. Молитва и поклонение. Первое. Господь, когда мы от чистого сердца приходим, предстает перед нами во время молитвы. И на него устремлено все наше внимание. Наш взгляд, вот как он сказал, если он возносится поверх всех вот этих преград, всех этих проблем, всех этих неприятностей, он возносится над ними. Асаф, когда начал молиться, понял, что смотрел на мир глазами смертного, мирского человека. И такое может быть с нами. Такое может быть с нами. Но когда посмотрел на мир глазами небожителя, глазами Бога, то понял, что судьба тех, кому он завидовал, отнюдь не такая прекрасная. Он увидел в ином свете. Доколе не уразумел конца их. Доколе я не вошел во светильнище, Боже, я не разумел конца их. Бог открывает. Будущие этих людей. Доколе не уразумел конца их. И вообще вот о будущем. Давайте попробуем. Это опять-таки взгляд туда, что побуждает нас жить святой жизнью и обращаться к Богу. Вот смотрите. Будущее людям неведомо. Так? Мы не знаем, что будет завтра, что будет через неделю, что будет через год. Оттого многие живут так, как будто его совсем не существует. Как написано в псалмах и у пророков. Будем есть и пить, ибо завтра все умрет. Так многие живут. Будем есть и пить, завтра все равно. Чтобы вот это разбавить, вот это плохое житие, будем его улучшать. Да? Улучшать. Рзаться принимать. Гарость. И Экклезиаст. Да? Вот он так написал. Нескоро совершается суд над худыми делами. Оттого и не страшится все сердце человеческое делает зло. Потому что нескоро совершается суд. Вот раз сделал плохо, два сделал плохо, три сделал плохо, а суда нет. Ну и ладно. Значит, пронесло. Значит, как бы Бога нет. Но в Иоанн или от Луки, давайте еще два места, вы помните, эти слова относятся к богатому человеку, который имел обильный урожай в поле, да, и он сказал, ну куда это все делать? Ага, знаю, сломаю старые железы, поставлю новые, все туда засыплю, и скажу душе своей, ешь, пей, веселись, ибо много добрал тебе жить на долгие годы, да. И Бог говорит ему, безумно. Слушай, что ты думаешь? Всю ночь отниму душу твою. Кому это все достанешь? Кому? Или же, какая польза тебе, если ты приобретешь весь мир, а душе своей вечно навредишь? Душа то вечна, понимаете? Только вопрос в том, где ты эту вечность будешь проводить. Вот в чем. Она вечна. Или в вечных мучениях, или в вечной радости. Вот и все. Вот еще тут один момент. Я хочу вам сказать. Дерущие знают, что невидимое не означает вымышленное, несуществующее, да. то, что невидимое и вечная слава его в творениях его видит, да. И Бог видит все. Для него реальны и вчера, и сегодня, и завтра. Он в вечности. Для Бога процветание вот этих нечестивых оно иллюзорно. Оно как сок. И вот двадцатый стих, там написано, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь все мечты их. Страшно, да, вот страшно, когда ты приходишь в вечность и вдруг слышишь слова «Отойдите, я никогда не знал вас». Или же «Идите от меня в урокном вагоне вечном, уготованном дьяволу и наглядном, или же там будет плач и скрежет зубов». Чтобы немножко вас от прострации освободить, я немножко там вам расскажу один забавный случай. Была проповедь на вот эту тему. «Идите проповедь, там будет плач и скрежет зубов». И одна бабушка из рядов задает вопрос в проповеде. «А если зубов уже нет?» «Не беспокойтесь, зубами обеспечат». Там зубами обеспечат вас, чтобы вы скрежетали. Понимаете? Об этом не беспокойтесь. Так что, да, когда Асаф вошел во святилище, когда вошел в храм, когда он увидел опять-таки Господа, то Господь открыл, как ненадежно и сомнительно вот это стремление к богатству, к славе, как сомнительно это благоденция нечестивых, которым он позавидовал. Второе, второй момент, это Бог открыл Асафу взгляд на самого себя, честный взгляд. Когда он пришел, славопеев пришел на местное поклонение, обнаружил, что можно отбросить, просто выбросить вон все сомнения и недопонимать. Более того, он понял, что вопреки своим сомнениям и даже обидам и ропоту на Бога, он, оказывается, возлюбленное дитя Божие. Пожалуйста. Но я всегда с тобой. Он понял, что он всегда с Богом, и Бог с ним, да? Аминь. И ты держишь меня за правую руку. Бог держит вас за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня славу. Аминь. Вот. Он понял, когда он пришел, он, несмотря на все, что я пережил, что бы крутилось у меня в голове, я оказывался возлюбленное дитя твоим, Богом. Я по твоей рукой, я по твоим присмотрам. Порой люди, я еще хочу сказать, что сознательно отделяют себя от церкви. Вот поддаваясь вот этим мыслям, поддаваясь к клевете и наветам сатаны. Ну, я знаю, что это тоже многие ощущали, вот, кстати, брат. да? Ну, было такое. Какой ты христианин? Какой ты христианин? Ну, с такими мыслями, с такими чувствами, да? Ну, какой ты христианин? С такими обидами на Бога, с претензиями к Нему. Да не смешивали Бога. И только, вот, оказавшись в присутствии Божьем, это единственный выход прийти к Богу. Воздав Ему хвалу. Только, возведя Господа на престол своей жизни, мы понимаем, что, главное, это не наши чувства, это не наши мысли, это не мучительное сомнение, а вера. Вера и доверие в Творцов. Так что, возлюбленная хорошая привычка, замечательная привычка ходить по воскресеньям в церковь. Аминь! Да. Почему? Потому что, даже если вы приходите в церковь по обыкновению, ну, не по вдохновению, знаете, видишь, по обыкновению, вы заставились сегодня встать, проснуться, сесть в машину и приехать. Заставились. Но, вы по обыкновению приходите на место по обыкновению, и все равно вы попадаете в присутствие Бога. Аминь! И Он, по милости своей, начинает работать с нашими сердцами. Он открывает нам глазки. И мы в свете Его видим свет. Аминь! Мы иначе смотрим на этот мир. Мы иначе смотрим на наши проблемы. Мы иначе смотрим на все. у нас появляются силы жить дальше. Понимаете? Третий момент, и последний – это новый взгляд на истинные ценности. Новый взгляд на истинные ценности. что есть поддельные ценности. Правда, да? И Асаф восклицает, кто мне на нем и с тобой ничего не хочет. Аминь! 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 Да! Аминь! Все зависит от того, что вы имеете в виду. Так, да? Так вот, на вопрос, а действительно ли благ Бог к чистым сердцам? А действительно ли благ Бог к чистым сердцам? можно ответить так. А что вы имеете в виду под словом «благо»? Ну? Что вы имеете в виду? Если вы имеете в виду, что делает ли Бог всех чистым сердцем богатыми, здоровыми, счастливыми, успешными, то это не так. Да? Да? Если гарантию здоровья, славы, богатства, рассчитать за благость, то Бог отметил благо чистым сердцем. Так как истинное благо не есть совокупность всех этих чудесных, замечательных, изумительных дорог. Но существует, знаете, на свете жемчужа. «За которую верующий человек отдаст все, что едет». Вы помните, да, ту притчу про Иисусу? У одного он копал, да и нашел сокровище. И пошел и продал все, чтобы купить поле того, да? Так вот, верующий знает, что есть жемчужа, есть сокровище, за которым готовы дать все, что умеет. Да? И Асав ее нашел. Он нашел во священнище и поклонился живому Богу. И красота и величие небес славы небес заткнили все вокруг. И зависть его нечестивую растаяла как утренний туман. И Асав вновь увидел мир в истинном свете. Асав вновь понял, что Бог благ своим детям. На самом деле благ. И благо это есть что? Пребывание с ним всегда. Под его защитой, в его святом присутствии. И кроме этого, ничего на свете более не нужно. Потому что Бог твердыня сердца моего и часть моя. Аминь. И вывод, после всех этих вот пережитых им сомнений, переживаний, борений. Это как гимн Божий благодати, Божьей благости вырвался изусть красава и украл. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возлагаю упование мое, чтобы возвещать все дела. Аминь. Давайте прославим.